Всем привет мои ногтевые феечки! С вами Юлия Лапшина Нейл Мастерская Чеширский Кот и у меня для вас новый обзор, всякие новиночки, всякие вкусности. Мы сегодня с вами познакомимся с торговой компанией импульс. Мы рассмотрим гирлаки, камуфляжи, всякие премудрости, очень вкусно пахнущие финиши, новинку компании и от пасты. Ну что, поехали! Я хочу начать с самого вкусного вообще, что есть в этой компании. Это первая на моей жизни компания, которая начала выпускать клинсеры для снятия липкого слоя с фруктовыми запахами. Также у этой компании есть камуфляжики, моделирующие гели вкусно пахнущие и финиши. Смотрите, вот это вот суперская штучка. В принципе, девчонке, пахнет она как концентрат очень-очень сильно, очень сильно. Поэтому я обычно беру жидкость для снятия липкого слоя и добавляю в нее буквально, ну, процентов 5 из флакончика. Запах потрясающий, ненавязчивый, клиенткам нравится. И что самое прикольное, девчонке, запах у девчонок на коже остается достаточно, ну, где-то 1-2 дня, если, конечно, ваша клиентка не влипнет в какую-нибудь химию. Да, не помоет там, как они любят, душевую кабину либо в ванну с чем-нибудь химическим. Очень классная штука, советую, потому что я люблю работать все-таки вкусно. И клиентам это тоже нравится. Из еще одних вкусных штук у них есть финиши. Финиши с дисперсионной пленкой подходят для перекрытия дизайна. Да, только даже не думайте ими перекрывать хром, ничего у вас не получится. Фольгу держит идеально, блестки держат идеально, любую роспись акриловыми красками, как бы они держат идеально. Девчонки, вот такой фрукт и финиш, он стоит порядка 650 рублей. Клинсер, если я ничего не путаю, по-моему, 230. Вот, в общем, короче, финиш клевый и запах, девчонки, держится порядка недели. Вот это вот дело, очень вкусно, мне очень нравится. У них есть, по-моему, дыня, кофе и земляника или клубника. Я себе выбрала дынечку. Очень вкусно, нравится, очень нравится, особенно, знаете, когда новенькая клиентка, хочется какое-то, знаете, разнообразие привнести в работу, потому что клиентки это ценят. Вот такая вкусная штучка. Новинка компании, это каучуковая база, девчонки, она съемная, легкосъемная, она растворимая, она в банке, значит, мы будем с ней работать, естественно, кисточкой отдельной в любом случае. Цена такой базы порядка, по-моему, 15 миллиграмм, по-моему, 850, если я ничего не путаю, я старая больная обезьяна, мне простительно. Значит, давайте на нее глядеть в гляделке, что это вообще у нас за существо. Она прозрачная, естественно. Девочки, она для гель-лака, она для гель-лака, для выравнивания ногтевой пластины, да, давайте смотреть. Низкая вязкость у нее, девочки, низкая, очень низкая, давайте залезем в нее кисточкой, посмотрим, что там и как. Ну, вот как мы обычно модерируем на ноготочке. Она подравнивается, девчонки, реально база каучуковая, на кисточке стоит, но стоит, девочки, недолго. Вы, если будете работать на клиенте, работайте с этой штукой быстро. Полимеризация LED CCFL, она где-то идет порядка 60 секунд. Девчонки, эту базу тестировало очень много мастеров моих знакомых, я ее вот только-только-только заполучила в своей ручке, загребущей. Естественно, протестирую, естественно, попробую, потому что я сейчас ищу качественную замену в своей базе Neonel, поскольку цена реально, ну, не соответствует уже вообще представлениям. Да, девчонки, она жидковатая, она не как водичка, но все-таки жидковатая, у нее есть свойство подтягиваться. В принципе, приноровиться работать ей можно, особенно если учесть то, что вы будете набирать ее не из флакончика, а из баночки. Да, естественно, напоминаю, кисть обязательно отдельная, по топовое покрытие, под базовое покрытие, используйте кисточку отдельную, чтобы по избежание всяких нехороших вещей. Хорошая штука, будем тестировать, будем смотреть. А теперь пошли по геликам, по геликам, по геликам. Я работала уже с этой компанией, да, работала с ихними камуфляжами. Хочу вам показать камуфляж, от которого я была в восторге еще до появления камуфляжа желе моей любимой марки. Это экстравискозный камуфляж карамель. Это скульптурный камуфлирующий гель. Девчонки, я сейчас его вам покажу. Ну, видите, да, он сам не выравнивается. Вы работаете с ним, то есть он как непослушный ребенок. Его надо послушать самому кисточкой. Стоит, никуда не двигается, хоть сейчас вам банку переверну, буду стучать по ней кулаком до посинения, никуда не вытечет. В лампе он немного поджигает, но он очень удобен для моделирования очень сложных ногтей, например, с поднятием, да, либо экстремальной какой-то длины ногтей. Давайте посмотрим, что это вообще за существо. Да, вы видите, я его уже наковыривала, наковыривала. Я его обычно использую, девчонки, на очень сложных ногтях клиентов, да, когда есть очень большой срос ногтя, например, там полтора месяца девчонки ногти носят, да, а длину убирать не хотят. Вот эта штука как раз для вас. Стоит, он с желе, вы видите, я его из банки, он очень легко берется из банки, никуда не течет. Им идеально выстраивать бортик. Это тексатроп. Это определенный его огроменный плюс, он не температурозависимый, легко разравнивается. И вы знаете, девчонки, вот этот камуфляж, его цвет, он самый такой, самый универсальный из всех камуфляжей, что вот есть до появления камуфляжа, желе моей марки. И в растяжку он очень хорошо идет. Единственное, что вам будет очень неудобно новичкам с ним, например, работать, потому что все-таки, если вы его не доразровняли, ну, будет мрамор, да, будут какие-то прожилки. На типсе он стоит, девочки, он стоит, никуда не двигается, никуда ему ничего. Вам попробовать на типсе? Давайте посмотрим. Вот я сейчас вам поставлю каплю этого геля, да. Я так думаю, что лишних каких-то комментариев просто ему не будет. Да, вы видите, то есть он должен разравниваться именно вами. Естественно, естественно, под него нужна будет база, либо из однофазника, но тогда вам придется работать с кислотной системой, либо без кислотник, база фирмы. Да, я просто предпочитаю, если, например, у вас гели фирмы импульс, то и база тоже должна быть фирмы импульс. Он будет стоять, девочки, до посинения. До посинения, в огроменную высоту. Он будет стоять, никуда не двигаться, ничего не делать. Ну, вообще с тексатропами, девчоночки, надо уметь работать, да. Я этого не очень умею и люблю делать, по той простой причине, что все-таки я привыкла работать немножечко быстрее. Тексатропы в плане выкладки, они, ну, надо приноровиться с ними работать, да. То есть, если у кого-то еще есть вопросы, да, вы видите, вот видно даже, как я его брала из банки. Каждый раз. И гель никуда не растекся, хотя они хорошо отстоялись уже. Девочки, такую высоту, как я выложила, показывают, что гель никуда не потечет. Такой тексатроп в такую высоту у вас так клиентке будет жечь, что у нее глаза на лоб выпадут. Поэтому, естественно, тут дается два небольших слоя на поднятие. Либо, если у вас идет моделирование с выкладкой, там уже можно использовать пинки, да, дублирующие. Дальше у нас пойдет скульптурный Light Pink гель. Господи, маночка. Скульптурник, ненавязчивый камуфляж. Сейчас мы давайте на него поглядим поближе. Если честно, консистенция у него, конечно, жидковатая. И у они, девчонки, эти гели все-таки температурозависимые. То есть, если, например, вы работаете в жаркое время, когда у вас в комнате плюс 30, не ожидайте, что он сохранит свою вязкость. Да, он все-таки разжижется немножко. Молочный камуфляжик, которым работают на натуральных ноготочках больше. Для любителей идеального френчика. Да, то есть, можно не использовать дополнительно камуфляж под него. Также его надо наносить на базу. Да, он не однофазен. Пожадничала, жадина такая. Ну, это же я. Они очень послушные, они хорошо выравниваются. Единственное, что, вот, например, вот этот вот гель, если у вас у клиентки уже загоревшие ручки, ну, не айс. Хотя, вот этот розовинка, она очень ненавязчивая. Для работы с натуральными ногтями будет, ну, просто идеально. Да, если у клиентки повышенный какой-то вот такой, знаете. Девчонки, он не то, что прямо архиплотный. Да, он, ну, ненавязчивый перекрытие, знаете, когда идет нивелирование каких-то границ. Да, то есть, когда у клиента есть какой-то небольшой дефект на пластине, и она хочет его скрыть. Или просто для эстетики. Этот цвет, вот, он хорошо делает это. Пигмента в нем немного. Немного. Давайте послушаем. Цена, чтоб я помнила, наверное, то ли 750, то ли 800. Девчонки, я не помню, честно. Вот такая вот штука. Да, мы его посушили. Видите, он светлый. Даже для меня он светловатый. Но для нивелирования каких-нибудь недостатков он подойдет идеально. Однофазный пинг кристалл. На нем даже написано. Вы знаете, мне очень нравится то, что фирма Импульс позаботилась о том, что мастерам удобно. Да, всякие их гели обзываются впереди банки. Все красиво, все видно. Да, ну, дизайн баночки, все. То есть, как бы на столе у мастера такую баночку держать приятно. Это плюс. Реальный плюс. И плюс того, что баночка имеет вот такие, знаете, внутреннюю прозрачность. Да, ее можно протереть. Обычно, знаете, когда черные банки или белые, когда появляются какие-то черкаши на банке, туда попадает грязь. И банка становится какая-то, ну, некрасивая все равно. Ну, да, я любительница периодически идеального на столе, чтобы все было красиво. Поэтому баночка очень даже. Итак, пинг кристалл. Однофазный гель. Вкусинятина. Давайте смотреть. Если вам видно, девочки, в банке он мутноватый. Мутноватый, но если сравнивать, например, с моим однофазником, которым я привыкла работать, все-таки он больше прозрачный, чем какой-то перекрывающий. Поэтому я не думаю, что вот прям... Нет, девочки, он абсолютно прозрачен. Это в банке, наверное, из-за большого количества, да, налитого. Кажется, что он мутноватый. Для нивелирования каких-то границ перехода, да, в зоне, как бы, кутикулы, ну, я так думаю, что нет. Оно не подойдет. Гораздо лучше работают однофазники, которые имеют более такие, знаете, способности файбергласса, которые более мутные, которые, если вы где-то перепилили, да, сделали косяк. Он у вас все это дело перекрыл, закрыл, и все замечательно, всю жизнь и получилась фотка красивая. Как печет, не печет в лампе, не знаю, будем смотреть. Если он такой сильно температурозависимый, да, как, в принципе, и все гели импульс, то я так думаю, что такая консистенция, я смогу ей работать только в зимнее время. Ну, где-то 5 секунд вам будет хватать, то есть для новичков он, ну, не советую новичкам. Новичкам все-таки я советую выбирать более густые консистенции, потому что этот гель будет у вас течь, если у вас очень жарко. А ну, так будем тестировать, смотреть. Я взяла на пробу фирме импульс два гель-лака. Это 0,7 и 0,2. Давайте посмотрим, что это за звери, с чем их едят, и как вообще укрывистость и все остальное. Начнем, пожалуй, мы с вами с номера 7. Пузырек классный, матовый, но, если честно, вот, ну, такой какой-то, ну, дизайн флакона, ну, это компании, это не наше с вами дело. Да, естественно, при начале работы делаем зубырькомассаж, в любом случае. А? И давайте глядеть в гляделке. Кто ты, звер? Гель-лак, девчонки, достаточно жидкий. Кисточка достаточно узкая. Это будет проблема, наверное, в работе моей с этим гель-лаком. Потому что я люблю более такие широкие кисточки. Плотность сейчас посмотрим, но консистенция у него, то есть, ну, не такая пастозная, какой я, например, привыкла работать. Да? Давайте посмотрим его на типосе, как он работает. Красотень такая. Приятный пастельный оттенок. Но из-за того, что кисточка очень маленькая и очень узкая, есть полоски. Не скажу, что гель-лак подтягивается. Очень такой нежный цвет. Давайте сейчас посушим. Да? 30 секунд. Let's see the fail. И нанесем второй слой. Девчонки, с жидкими гель-лаками, с жидким материалом очень тяжело работать. Очень тяжело. Особенно, если вы где-то накосячили с выравниванием ногтевой пластины клиента. Наносим второй слой. Во второй слой он намного плотнее. Цвет распределяется ровнее. Но все равно кисточка очень неудобная. Очень неудобная. И консистенция гель-лака все-таки жидковата. Новичкам будет тяжело с нею работать. Но цвет очень приятный. Он какой-то розово-фиолетовый. Вот. Ну, нормально. Поехали сушить. Это был у нас номер 7, девочки. Кстати, прикольная идея у компании. Вот эти вот прожилки на флаконе. Стопорится палец. И даже если у вас руки мокрые, хорошо открывается флакон. У меня обычно всегда проблема такая была, что когда руки не слегка вспотевшие, либо в клинсере, да, либо в теплое время, что проскальзывает рука под таким флаконом. Очень, кстати, прикольная идея. Цвет 0,2. Так, открываем пузырек. Такая же консистенция. Да, немножечко, кстати, погуще. Если вам видно. Легкий розовый оттенок с небольшим шиммером перламутровым. Очень, очень. Такая же кисточка. Давайте смотреть на выкраски, как работает. Он невысокопигментированный, девчонки. Он жидковатый. Но очень приятный цвет, девочки. Очень приятный цвет. Давайте посушим, нанесем второй слой. Скорее всего, такой вот гель-лак можно использовать как камуфляж. У него очень ненавязчивая блеска, очень ненавязчивое мерцание. Единственное, что, конечно, консистенция. Консистенция расстроила. Ну, я вообще такой мастер. Я люблю работать более тягучими материалами. Да, то есть, которые послушные. Не которые надо учить, как им надо со мной работать. А которые, как бы, со мной работают в паре. Да, в тандеме. И, как бы, такой камуфляж для меня, такая консистенция гель-лака, она никаких проблем не составляет. Но просто новичку будет архи тяжело с ней работать. Наносим второй слой. В один слой его точно можно использовать как камуфляж. Во второй слой он намного ярче. Намного. Шиммера вот этого фактически не проявляется. Да, он такой очень ненавязчивый. В принципе, в растяжку с ним работать, как камуфляжем, можно. Да, то есть, даже для моих ручек. Вот я подставила пальчик. Ну, в принципе, хорошо. Хорошо. Хорошо.